В Люберцах участились случаи вандализма. На протяжении всего месяца злоумышленники обрезают в подъездах домов антенны и интернет-кабели. Их действия затронули и антенную службу ЛРТ. Как восстанавливали неполадки и кому стоит быть бдительными, расскажет Анна Троян. То есть человек приходил, вырезал целыми участками где-то по 25 метров, иногда где-то по 50. Также резал еще и интернетовские кабели. Сейчас будем производить восстановление между подъездами другим кабелем. Подъезд, чердак, обрезанный кабель. Такая картина по меньшей мере семь раз предстала в ноябре перед работниками антенны службы ЛРТ. Чтобы восстановить обрезанные вандалами провода, у сотрудников уходит минимум час. Порой кабели не подлежат восстановлению. Приходится проводить новые линии. Мы бы могли в это время переключать дома на новые линии, а приходится тратить время на восстановление вот этих вот ситуаций аварийных. Ущерб очень значительный. В основном было на улице электрификации, хлебозаводская улица, хлебозаводской проезд и дом 325-2 по октябрьскому проезду. Пострадали не только мы, пострадали еще и интернетчики. Вандалы пробирались в подъезды в основном по ночам и, судя по длине вырезанных кабелей, злоумышленников интересует их содержимое – медь, которую можно продать. Жители Люберец просят быть бдительными и обращать внимание на то, кого они впускают в подъезды. Сотрудники антенны службы ЛРТ всегда в спецодежде и имеют при себе удостоверение. Анна Троян, Алексей Курский, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова